Второе гражданство. Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Вот, собственно, после такой прелюдии мы и начинаем наш замечательный вебинар. Я сразу представлю наших экспертов и потом коротко сформулирую тему, хотя, наверное, вы ее и так уже увидели, коль зашли после регистрации. Итак, сегодня компания Savils при поддержке портала Preand.ru обсуждает важнейшие вопросы получения гражданства стран Карибского бассейна, Карибских островов. И я с удовольствием представляю наших экспертов. Сегодня это Ирина Мошева, управляющий партнер Savils Россия. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, слушатели. Рады вас приветствовать. И вместе с Ириной сегодня наш эксперт. Это Анна Ульянова, старший менеджер департамента международных проектов Savils Россия. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рады всех видеть. Надеюсь, будет там всем очень интересно и полезно. Будем освещать много-много очень актуальных моментов. Да, сразу скажу, Анна призналась перед началом эфира, что у нее это в каком-то смысле сегодня дебют. На вебинарах она уже выступала, но всегда выступала как ведущий. Но ведущий сегодня не она. Меня зовут Филипп Березин. Я главный редактор портала «Приандру недвижимость за рубежом». И мы в течение часа, часа с небольшим, как раз постараемся осветить все моменты, которые, с одной стороны, нам кажутся важными, с другой стороны, ответить на те вопросы, которые вы можете прямо сейчас уже публиковать в чате. Но перед тем, как, собственно, приступить к вопросам, а что же такое представляет собой программа Карибских островов, и почему они за последний год-полтора стали так популярны, не только что в пандемии, в конце концов, тут дело. Ирина, давайте, наверное, вас попрошу рассказать несколько слов о том, собственно, почему вы рассказываете именно об этом, что представляет собой компания Savils в России и какую роль в вашей работе занимают программы гражданства Карибских островов. Пожалуйста. Да, Филипп, спасибо. Еще раз, меня зовут Ирина Мошева. Я управляющий партнер компании Savils в России. Это крупнейшая международная компания, которая существует больше 150 лет. И основной хаб и основная штаб-квартира находится в Великобритании. В Великобритании 137 офисов. И за вот эти годы компания существенно выросла. Сейчас это 600 офисов в 70 странах мира. Почти 39 тысяч сотрудников в московском офисе, нас более 200 человек. Компания разными направлениями занимается. И, наверное, я сделаю небольшой такой обзор, да, что среди наших услуг и почему инвестиционная миграция вообще возникла как такая крупная тема, крупный кусок бизнеса. Традиционно в России офис существует уже более 25 лет. И традиционный такой продукт – это московская недвижимость и все операции с ней. Безусловно, в связи с тем, что такое большое количество офисов во всем мире и, наверное, любую страну, которую мы с вами вспомним, я думаю, многие наши слушатели, которые путешествуют, видели офисы Savils в мире. Известна компания в том числе своей глубокой экспертизой и большим аналитической работой, аналитическими обзорами, которые делают по всем рынкам в мире, больше 40 человек только в Великобритании занимаются международной аналитикой. Поэтому это такая фундаментальная глубокая экспертиза на разных рынках. В том числе есть крупное направление по релокации. Это арендный бизнес, B2B, когда мы предоставляем услуги, в том числе и экспатам, которые перемещаются в Россию для того, чтобы здесь работать по контрактам. И вот в связи с тем, что есть такая экспертиза и в сфере недвижимости, и в сфере релокации, и в сфере аналитики фундаментальных знаний у рынка, возник и такой рынок. Последние, наверное, пять лет увеличивается интерес в том числе и русскоязычных клиентов к программам миграции. И это связано с тем, что мир глобален, и последние ограничения, которые есть в мире, это гражданство, это границы, которым ограничен человек. Вот здесь, кстати, слайд, это только часть нашей большой команды, которая работает в России. Да, и, собственно, вот то, что я говорила, это здесь проиллюстрировано, это наши компетенции. И вот к зарубежной недвижимости мы подошли через призму расширения границ, расширения возможностей для наших клиентов. И три крупных направления – это инвестиции в недвижимость, иммиграционные услуги и лайфстайл недвижимость. Надо отметить, что в связи с тем, что рынок достаточно активно меняется и нет возможности получать валютный доход, то вот такой отличной альтернативой валютным депозитам являются инвестиции в недвижимость. Ну, надо сказать, что нашим русскоязычным клиентам инвестиции в недвижимость очень понятны, близки, и именно русские очень любят недвижимость, хотят ощущать эти, так сказать, капиталовложения. И используя недвижимость как инструмент, который приносит доход, который, в общем-то, такой защитный актив в наши трудные времена, миграция как раз добавляет возможности, второй паспорт, виды на жительство, резидентский какой-то статус в Европе или в каких-то других странах, как раз расширяет возможности по передвижению, проведению бизнеса. И очень часто мы слышим от наших клиентов это безопасность, безопасность своей семьи, возможность такого прогноза плана «Б», а что если? Мы, к сожалению, видим, что российский паспорт токсичен, мы видим, что, к сожалению, невозможно открыть счета, или очень трудно открыть счета в зарубежных банках, пандемия подсветила еще один такой ограничительный статус гражданства, когда если у вас один паспорт, вы просто не можете передвигаться, и вы буквально привязаны к стране мира. Поэтому такая новая потребность передвигаться, иметь безопасность, иметь разные возможности, собственно, является основным мотивом для наших клиентов, чтобы они искали какие-то инструменты, которые дают и возможность передвижения по миру без виз, без границ, даже в условиях пандемии. Это открытие счетов, это ведение бизнеса, это какие-то более приятные налогооблагаемые юрисдикции и так далее. И «Карибы» стали самой популярной программой. Я думаю, что моя коллега Анна Ульянова сейчас подробнее расскажет. И вот перед тем, как я передам ей слово, я бы хотела выделить основные преимущества. Почему карибский паспорт популяренен чем, я не знаю, европейский паспорт или паспорт какой-то другой страны, чем он отличается? Во-первых, это самая недорогая опция, это самая быстрая опция, потому что, в общем-то, паспорт через 4-6 месяцев может получить вся семья. Это и заявители, и дети, и его родители. То есть вот таких широких возможностей не предлагают другие страны. И, собственно, это достаточно симпатичная юрисдикция с точки зрения налогообложения. Это, наверное, вот три таких фундаментальных преимущества. Окей, Ирин, спасибо огромное. Давайте тогда переходить уже к программам. Перед этим отвечу на тот вопрос, на который вполне уместно ответить мне. Я думаю, сделаю на этот вопрос и отвечу мне хуже, чем Анна и Ирина. Можно ли будет получить запись вебинара? Да, безусловно, запись вебинара получить можно будет. И компания Savils, безусловно, разместит этот вебинар. И на Prean.ru он тоже будет размещен. Запись вебинара вместе с отдельной статьей, которой мы осветим, ну, такие главные узловые моменты нашей сегодняшней встречи. Итак, Анна, давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Ирина сказала вот в двух словах о преимуществах карибских программ. Продолжение этого. Вот как вы видите, место вот в этой иммиграционной поляне. Да, есть там Кипр, Мальта, есть... Кипра уже нет, да, к сожалению. И Продолжение, Кипра нет. Есть Черногория. Черногория есть, да. Вот именно если мы говорим о гражданстве, не о ВНЖ, да, вы абсолютно правы. Ну, есть Турция, кому-то интересная, кому-то нет. Вот если мы говорим именно о Карибах, каково их место в этой иерархии? О преимуществах вы сказали, но все-таки чуть-чуть более подробно. И давайте уже тогда переходить к конкретным программам. Давайте, давайте. Что это представляет? Пожалуйста, вам слово. На самом деле о иерархии, конечно, прям так разделить очень достаточно сложно, да. Все-таки Карибы – это Карибы, Европа – это Европа. Но прежде всего Карибы чем-то так привлекательны, да. Как Ирина там уже сказала, что это самая быстрая, одна из самых быстрых программ гражданства, да. То есть возможность получения гражданства от двух до четырех месяцев в зависимости от выбранной юрисдикции. Да, безусловно, это, наверное, страховка прежде всего для всей семьи, потому что это некий запасной аэродром, когда есть возможность всегда уехать из страны и всегда уехать всей семьей. Да, это некое ощущение безопасности, безусловно, да, не только для себя как основного заявителя, но и также, в первую очередь, там, для детей, для родителей, что тоже, да, сейчас в современном мире крайне важно, как оказалось, да. Также это, конечно же, безвызовое путешествие, да, потому что карибские программы, они предлагают огромный выбор, да, список стран без виз, как Шенген, так и Великобритания, так и страны Латинской Америки и Азии. Если мы говорим сейчас чуть-чуть подробнее, да, по каждой программе расскажу, но в целом, да, если взять Гренаду, то это более 180 стран, ни одна другая программа паспортная такого списка стран без виз не дает. Там могла ошибиться, вы знаете, по-моему, вообще максимальное количество стран можно посещать с японским паспортом, и там не намного больше, там, по-моему, всего 190, при том, что стать гражданином Японии, я думаю, едва ли. Я думаю, крайне сложно, однозначно не за 4 месяца и не из-за инвестиций, да, такого характера, как на Карибах. Ну, и еще важно сказать, что, в принципе, это самая такая история интересная в плане бюджета, да, потому что мы также это затронем, но самая, скажем так, бюджетная история – это вот гражданство Доминики, на основного заявителя оно составляет 100 тысяч долларов, да, плюс госпошлины, то есть, в принципе, на одного заявителя 135 тысяч. В принципе, если сравнивать, да, самое недорогое гражданство у нас считается – это гражданство республики Вануату, и как раз, вот, в принципе, Вануату-то с Карибами может поспорить, да, потому что Вануату тоже на основного заявителя, да, на одного составляет тоже те же 135 тысяч. Окей, давайте тогда вот я как раз включил сейчас эту таблицу. Все-таки, когда мы говорим о Вануату, мы, безусловно, я думаю, ближе к концу несколько слов о Вануату скажем. Для тех, кто не знает, это карликовое государство, находящееся в океане, то есть, по сути, к Карибским островам оно уж совсем никак не относится, за исключением вот именно этого, ну, такого сходства именно иммиграционного характера. Ну, вот смотрите, пять флагов. Еще разочек хочу обратить внимание, я понимаю, что не у всех есть большие мониторы, которые позволят в деталях все рассмотреть, но мы с удовольствием пришлем вам по завершении вебинара презентацию, а пока давайте на словах, и вот сразу вопрос, Гренада 180, везде же в программах указано не больше 150. Давайте вот в общем по этой таблице и потом по каждой стране в отдельности. Смотрите, мы работаем со всеми пятью программами, да, это Гренада, это Санкидсен-Невис, это Доминика, Антигуа-Барбуда и Сен-Лусия. Они, в принципе, чем-то похожи, но и есть, безусловно, ряд отличий, да. Как я уже сказала, по Гренаде больше всего стран от 180. Гренад, даже, да, потом расскажу более подробно, но чем прям сощественное преимущество, чем отличается Гренада, например, от всех остальных, это двумя такими основными опциями, это безвизовый въезд в Китай и это возможность получения визы Е2 в США. Это вот такие два основных преимущества наверх, да, которые есть. Также безвизовый въезд в Россию, также шенгенская зона и безвизовый въезд в Великобританию. Гренада программа такая же, да, по возрасту, как и Сенкидс. В 80-х годах она была создана правительством. Также есть три опции, как у всех других стран, да, которые мы сейчас озвучили. Это безвозмездный внос в пользу государства, это инвестиции в одобренные проекты недвижимости и это инвестиции в долевое участие в отеле. Все третьи... Я вот как раз хотела дополнить вот твою основную информацию и спрашивает, я так предполагаю, человек, который интересуется этой программой, да, мы подтверждаем, что 180 стран без виз, это информация от посла, официальная информация. В этом году расширен список, это самая актуальная информация. Более того, 20 стран дополнительно, которые можно считать тоже с упрощенным въездом, это Е-виза, таким образом, по паспорту Гренады совокупно страны, которые безвизовы и с упрощенным доступом в другие страны, это почти 200 стран. Ну, кстати, я хочу обратить внимание, вот тут табличка, вот на один слайд назад я пролистну. Ну, у вас Гренада здесь выделена в отдельный столбик, ну, к сожалению, еще раз повторяю, не все, может быть, хорошо видно, но не переживайте, все, обо всем расскажем подробно. Так вот, Гренада, это крайний левый столбик, у него все-все-все плюсики по всем пунктам, вот не у одной, а у другой стороны даже близко такого, так как у одного. Возможность включить супругов детей, в том числе будущих. Боже мой, заговорили о будущих детях, как романтично. В двух словах тогда все-таки, вот еще раз, все плюсы, которые выделяют эту программу от всех остальных. Кроме гражданства и выхода на визу, кроме выхода на визу США и Китая, что еще? Кроме выхода на визу США и Китая, еще эта программа, ну, как я уже говорила, да, одна из самых популярных. Немножко сейчас о стране расскажу, даже не о программе, да, о стране. На самом деле страна сама по себе наиболее считается развитой сейчас, на этот момент. Большой там международный аэропорт, да, несколько рейсов в день летает, международных рейсов. Также большой университет, где учится достаточно большое количество студентов международных, да, то есть из других стран мира. Гренада, ну, наиболее, скажем так, да, развита с точки зрения логистики, да, удобно добираться, много международных студентов, низкий уровень преступности, в связи с чем, да, Гренада, ну, наш взгляд, собственно говоря, на взгляд экспертов, в принципе, наши клиенты с этим согласны, сейчас такая самая интересная опция. Может быть, она поэтому немного и дороже, да, чем все другие страны, потому что она предлагает, ну, как бы, ряд преимуществ, да, вот этих основных. А еще один такой важный момент, что при подаче документов, да, также можно подать заявку на родителей, которые младше 55 лет, чего не дают другие программы, а в других программах родители идут от 55. Для кого-то это будет важно. Значит, еще раз, давайте посмотрим, вот супруг супруга, дети, как говорится, ну, в возрасте до 30, если они старше или находятся на иждивении, это такая уже история отдельная, как я понимаю, да? Отдельная, да. Так, родители главного заявителя? Супруг, да, и супруга, и супруги, все правильно. А, родители стоят с другой стороны, и при этом возраст родителей, вы сказали, может быть младше. Может быть младше, да, 55 лет, что тоже важно, может быть, для молодых заявителей, которые хотят большое количество заключить заявку. Окей, и динамика, ну, давайте так, минимальный взнос, вы сказали, 150 тысяч, это если один человек, да? Да, на семью из четырех человек, ну, например, да, грубо, если мы говорим про безвозмездный взнос, то есть про дотацию, это 200 тысяч долларов, если мы говорим про долевое участие, то на всю заявку это 220 тысяч долларов, плюс госпошлины. Окей, ну, мы, понятно, все нюансы с точки зрения цен сегодня рассмотреть просто не успеем, я думаю, что это тоже такой частый разговор. Кстати, хочу обратить внимание, в чате наверху контакты компании Savils вы можете связаться или сейчас, или, может быть, по завершении нашего эфира и, собственно, задать именно такой более точечный вопрос, коли он у вас узкий, и вы не хотели бы задавать его в чате. Хорошо, с гренадой более-менее понятно, то есть наибольшее количество возможностей, и, может быть, поэтому цена. Да, скорее всего, возможно, именно из-за этой цены, еще хотела сказать по цене, что мы на самом деле считаем индивидуально стоимость программы для каждого заявителя в зависимости от состава семьи, сколько детей, родителей, хотят они включать братьев и сестер и так далее. То есть мы к каждому клиенту подходим индивидуально, всегда делаем расчеты, исходя также из целей и какие, в принципе, вы видите дальнейшие шаги с этой программы. Это не только касается гренады, но и всех остальных программ тоже. Александр, ваш вопрос видели про плюшки при вложении в отельный бизнес? Обязательно чуть позже ответим. Сейчас мы просто давайте быстренько пробежимся по странам. После гренады идет вот Сент-Китс и Нейвис, вопреки названию, это одно государство, а не два. И на фотографии видно очень красивое, но совершенно безлюдное место. Рассказывайте. Ну, на самом деле, не все так там безлюдно. На самом деле, Сент-Китс – это самая первая программа гражданства Карибских островов. Она была открыта в 1983-м далеком году. Это первая программа, и она за этого, на самом деле, очень популярна, и очень много знаменит в свое время, да, приобрели паспорт, она на слуху, такая самая старая, самая, наверное, ну, с точки зрения... Проверенная. Проверенная, да. Да, проверенная, именно так. Также, что касается преимуществ, это, безусловно, там, безвизовая въезд шенгена Великобритании, да, тоже много очень стран. Также передается по наследству, да, гражданство. Сейчас действует у них на уровне правительства такая некая скидка на безвозмездный взнос. На семью из четырех человек, двое взрослых, двое детей можно подать заявку в бюджете 150 тысяч долларов. Это безвозмездный взнос, если... Да, это если безвозмездный взнос. Если раньше это было 195 тысяч, то сейчас это 150. А что значит сейчас? Это с какого времени и до какого? Они в прошлом году, да, в прошлом году, они, соответственно, эту сумму озвучили. Кстати, об этой информации нет на официальном сайте правительства. Если на него залезть, там так и стоит 195. Но по всем лицензионным агентам они отправили информацию, официальное письмо, что они готовы снизить. И, соответственно, мы сейчас эту программу предлагаем за 150 или 4-х человек. Соответственно, за каждого следующего 10 тысяч, то есть, например, семью из пяти человек, это получается 160 тысяч долларов. Что для дотации, да. Что вот эти 160 тысяч долларов, это та сумма, которую, ну, это не вся сумма, которую ты потратишь, это вот та сумма, которую нужно будет перечислить безвозмездно государству. По сути, это вот ты покупаешь за эти деньги паспорт. Остальные суммы, это уже, ну, что-то побочное, о них вы отдельно расскажете. Остальные суммы, да, это государственные пошлины, да, за проверку благонадежности, за выдачу паспортов и так далее. Да, именно 160 тысяч, это именно дотация в экономику страны. Вы сказали такую фразу, которую, я думаю, кого-то из наших зрителей может не таким образом насторожить, что это, вы сказали об этом как о плюсе, что гражданство страны передается по наследству. По умолчанию кажется, что гражданство всегда должно перемещаться, передаваться по наследству. Получается, здесь есть какой-то подвох. Давайте несколько слов об этом. И о какой стране будем говорить тогда? Нет, подвоха никакого нет. На самом деле, практически во всех данных юрисдикциях гражданство передается по наследству, зависит от количества, собственно говоря, дальнейших поколений. Да, в Гренаде передается по наследству, нет никаких ограничений. То есть это там праправники, прапрапраправники могут быть, да, дальше гражданами Гренады. Соответственно, Китс. Также в Антигуа-Барбуде тоже, а в Доминике и в Сен-Лусии только три поколения. Ну, да, такие условия программы, скажем так. То есть, условно говоря, еще разочек. Тут есть заявители основные. Ну, что она говорит, это заявители, да, дети и внуки. Заявители, дети и внуки. А, ну, условно говоря, я правильно говорю, что правнуки не получат? Ну, вот на Сен-Китс, на Сен-Лусии и на Доминике нет. То есть они должны будут заново подаваться по программе. Понятно. Ну, Филипп, наверное, вот из практики нашей, да, и это такой вот комментарий, наверное, ко всем программам гражданства и резидентства. Программы меняются, да. Это не означает, что условия для тех людей, которые получили паспорта, уже воспользовались программой, они, безусловно, не меняются, да. Но, как правило, выходят какие-то дополнения, какие-то изменения. И, возможно, эти страны, Сен-Руссия и Доминика, они внесут изменения для своих граждан. И можно воспользоваться какими-то другими опциями. И еще я хотела добавить про Сен-Китс и Нелис, программу, которую мы сейчас обсуждаем. Я была на этих островах, они очень живописные, несмотря на то, что небольшие. Вот, и это два острова, которые соединяются между собой, как правило, с общением водным транспортом. Это очень живописная природа, это немного, но есть пятизвездочные отели. И во всех островах есть две опции. Это инвестиция в недвижимость, и мы предлагаем инвестировать именно в доли отеля, потому что это туристическая история, красивые виды, прекрасное Карибское море, на Сен-Ките с другой стороны океан или Донейшин. Вот, Ань, мне кажется, надо рассказать про недвижимость и про то, что это вот некая другая возможность по инвестированию, потому что мы как-то сосредоточились на Донейшин. Да, смотрите, давайте тогда вот об этом, о инвестициях в недвижимость по каждой стране, вот буквально, потому что я думаю, что условия, связанные с возрастом, заявителей и так далее. Примерно идентичны, примерно идентичны, совершенно правы. Да, да, да. Что касается доли в отеле, то порог входа – это 220 тысяч долларов именно за всю заявку. Почему мы, собственно говоря, рекомендуем доли в отелях? Ну, во-первых, если сравнивать с недвижимостью, недвижимость все-таки требует неких расходов на управление, да, доля в отеле не требует никаких дополнительных расходов. Также здесь приятный бонус застройщиками, с которыми мы работаем. Как раз там про плюшки спрашивали, вот был вопрос про плюшки, какие дополнительные, да. Есть преимущества. Если вы вкладываете долю в отеле, вы можете приезжать отдыхать со всей семьей, да, в один из отелей наших застройщиков раз в год на две недели. Это такой очень тоже приятный бонус. Также застройщики, да, дают некую доходность. Скорее, конечно, это тоже пустячок, но приятно. Это порядка там 2-3 процентов, да, на протяжении 5 лет, потому что это недвижимость, это, во-первых, основной, да, плюс – это, безусловно, возвратная инвестиция, да. То есть эту долю в отеле через 5 лет вы можете перепродать и вернуть, да, в ваши 220 тысяч плюс 5 процентов. А ее купят? Вот, знаете, вечный вопрос. То есть ее купят, потому что это очень выгодная история, или ее купят, потому что у них по закону других возможностей не будет? И кто ее купит? Давайте так. Нет, ее купят не потому что по закону, да, ее купят потому что, во-первых, у нас уже стоит очередь из людей, которые хотят купить долю, да, потому что есть проекты уже готовые и закрытые. Например, на Сент-Китсе мы предлагаем долю в отеле «Хаят», и, например, на «Доминике» мы предлагаем долю в отеле «Кимпинске». Эти отели, они уже готовы, это только перепродажа доли. Соответственно, как только доля в этих отелях освобождается, да, у нас ее практически вырывают из рук, можно так сказать, да. То есть мы точно можем гарантировать, что она продастся, и вы вернете свои деньги. Отлично. В данном случае. Хорошо, давайте тогда перейдем дальше. Дальше мы два государства пока с вами отсидели. Переходим к третьему. Это у нас «Доминика». «Доминика» – чудесная, зеленая, прекрасная страна. Она еще не утратила, да, свою, так сказать, девственную природу. Там 35 термальных источников. Туда очень любят приезжать отдыхать, да, иностранцы. Также там есть чудесные отели, в том числе и «Кимпинский», которые я уже упомянула. Это работающий курорт 2019 года. Он был открыт, чудесный, с прекрасными видами, шикарной инфраструктурой. Да, можно приехать отдыхать. Чем, собственно говоря, почему «Доминика»? Да, есть ряд также преимуществ, как и любых других тут юрисдикций. И на одного заявителя, это самое такое дешевое, скажем так, да, вариант. На одного заявителя он составляет 100 тысяч долларов. И, соответственно, если вы идете по инвестициям в отель, то также 220 тысяч долларов. Также возвратная инвестиция. Через 5 лет вы можете вернуть, да, эту сумму. А если, скажем, инвестор покупает недвижимость, это тоже с семьей, у него там 4 человека, а это тоже 220? Да, это тоже 220, меняется только госпошлины. Госпошлины и, соответственно, сумма за проверку именно благонадежности. Такой еще интересный момент «Доминики» – это единственная юрисдикция, которая позволяет менять ваше имя и фамилию, когда вы получаете паспорт. Очень много в свое время китайских подданных, да, пользовались этой опцией. Они меняли свои имена на Мерлин Монро, Анжелина Джоли, Брэд Питт. И, в общем, прекрасно с этим жили в дальнейшем. Не знаю, насколько это интересно нашим российским клиентам, но, в общем, кто-то может быть на Карибах Анжелины Джоли, если что. Прекрасно. Так, давайте вернемся у Александра. Вопрос, мы вернемся к Санки Ценевису. Значит, отельный бизнес на Санки Ценевис. 220 тысяч на всю семью, а до просходы? Пошлины, проверки комиссии агентства. Вот сразу оценим. Мы потом и глобально об этом поговорим, но если есть такой конкретный вопрос, давайте прямо сейчас. Ну, смотрите, да, 220 тысяч правильно на всю семью. До просходы это проверка due diligence на основного заявителя. Она составляет 7,5 тысяч на последующих заявителей детей от 18 лет и взрослых. Это 4 тысячи на каждого. Да, и госпошлины плюсом это 35 тысяч на основного заявителя и 20 на жену и 10 на каждого последующего. Мы, на самом деле, делаем, как я уже сказала, индивидуальные расчеты. Вот, соответственно, если вам нужно посчитать точное количество заявок человек, да, дети, родители, кто хочет, напишите нам, мы вам посчитаем. И пришлем точную ссылку. Грубо посчитал, вспомнил свое высшее математическое образование, то есть примерно 20 тысяч будет за проверку и около 50, ну, если семья из четырех человек, да, и около 50 тысяч за, там, 30, 20, 10, 10, да, вы сказали? Да, да, да. 35, 20, 10, 10, да. Ну, то есть чуть менее 100 тысяч – это вот дополнительные расходы, которые предстоит сделать. Окей, хорошо, смотрим дальше. Так, а дальше у нас после... Дальше у нас, на самом деле, последняя осталась такая, самая молодая программа. А, нет, не последняя, еще антиблобарбуду. Антиблобарбуду мы сходили. Тоже прекрасная программа, да, она интересна, наверное, тем, кто хочет большую-большую семью включить, да, там есть ряд опций, это взнос в университетский фонд. Если вы идете с семьей из шести человек, то инвестиция составляет 150 тысяч долларов. То есть эту программу у нас обычно рассматривают те, кто хочет 6, 7, 8 человек, да, в заявку включить. То есть, условно говоря, на 6, на 7 человек все другие страны будут, ну, там, никого существенно. Ну, чуть-чуть, ну, скажем так, подороже. Да, подороже, потому что госпошлины, да, плюс, да, сам непосредственно взнос, если мы говорим про взнос именно дотацию, да, про безвозмездный взнос. Также на Ти-Барбуде есть инвестиция в недвижимость. И такой нюанс, это единственная программа, где нужно в течение первых 5 лет обязательно приехать в страну на 5 дней. Все с семьей, все с детьми, все-все, кто включен в заявку. Окей, так, ну и тогда голубым по ней, не по Европам, а по Карибам. По Карибам, да. Ну, самая молодая программа, она была основана в 15-м году, в 16-м году там достаточно много было изменений. Тоже интересно для тех, кто идет, наверное, один больше всего, потому что самая недорогая, если сравнивать с Доминикой, то примерно по бюджету она похожа, там также 100 тысяч долларов. Также есть инвестиция в недвижимость, но здесь, например, инвестиция в недвижимость начинается по программе от 300 тысяч, да, то есть есть здесь существенно дороже. Также, да, она, в принципе, ничем не уступает по шенгену, по визам и так далее, но здесь, как я уже говорила, она не передается по наследству, только детям она передается, то есть родители и дети могут быть гражданами СНУСИ. Отлично, значит, ну, вот смотрите, такая общая панорама, пять стран. Пять стран все-таки принципиально, вот вы сказали, если больше всего народу, то, наверное, лучше там Антигуа, да? А если ты один и еще чудовищно скуп, то тебе нужно, ну, вот вариант какой-то за 100 тысяч, если тебе нужна при этом вариант, если тебе нужен, например, в США, то тогда, скорее всего, отправляйся на Гренаду. А давайте посмотрим на это все с точки зрения инвесторов. Собственно, вот есть история с донейшн, да, есть история, связанная с покупкой недвижимости. Вот пять стран и рынки недвижимости, каждый из этих стран, для нас, для всех, в общем, совершеннейшая абстракция. Что это такое, тем более, если мы говорим все-таки о некой инвестиции, мы покупаем недвижимость, чтобы в конечном итоге что-то довыиграть, да, если я правильно понимаю, значит, ну, плати вот этот донейшн и будь счастлив. Несколько слов об этом, можно? Куда вкладывать, во что вкладывать, и кто здесь надежен, кто нет. Как я понял, у одного из наших зрителей как раз такой вопрос и был. Так, кто, Ирина или я? Да, давайте я... Значит, то, что касается недвижимости. Вкладывать инвестиции в недвижимость, которая выглядит как виллы, апартаменты, возможно, но доходность и перспективы развития таких инвестиций, они будут очень такими умеренными. Мы считаем, что на островах, поскольку сами эти страны небольшие, они развивающиеся, население там небольшое, и, безусловно, это туристический бизнес, их основной доход, хотя где-то выращивают сахарный тростник, где-то есть еще какие-то небольшие производства, но в целом это все-таки страны, ориентированные на туристический бизнес. Поэтому отели – это более привлекательно, и самое главное, даже не столько доходная инвестиция, сколько надежная, поскольку для любой инвестиции мы оцениваем ее по двум параметрам, да, это, собственно, доходность и риски, или ее надежность. Как мне кажется, для Карибских островов более важно это, чтобы сохранить эти деньги, чтобы через 5 лет или через 7, в зависимости от условий программы, эту инвестицию можно было продать и вернуть те деньги, которые потрачены. Надо отдать должное, что сама инвестиция, 220 тысяч в недвижимость, она, безусловно, возвращается, и, как Аня сказала, у нас достаточно много вторичных продаж, когда доли в уже построенных отелях, например, Хаят на Сен-Китси или Кемпинске на Доминике, они уже построены, они введены в эксплуатацию. Это действительно шикарный высококлассный отель со всеми опциями пятизвездочного отеля и с сервисом, и с видами, и с качеством строительства, и они пользуются очень большой популярностью. Если мы говорим про недвижимость, очень часто она на каких-то островах будет дороже, потому что взнос вдоль отеля, он как раз регламентирован вот этой суммой 220 тысяч. При этом есть, и вот я вижу вопрос, я как раз заодно на него отвечу, для наших клиентов девелопер представляет возможность в течение всех лет удержания этой недвижимости, пять или семь лет в зависимости от страны, две недели раз в году посещать комплементарно. И это включено, безусловно, только проживание, все сервисы, они будут дополнительные, как, в общем-то, для любой, для любого такого дополнительного вознаграждения. Недавно нашим клиентам мы просчитывали, сколько это будет в деньгах. Семья из шестерых человек, достаточно большая семья у нашего клиента, мы считали ему на апрель, а на букинге в Хаяте две недели стоило больше полутора миллионов рублей. То есть вот за пять лет удержания этой доли существенная компенсация, которая в том числе покроет, например, расходы, которые люди несут на пошлины, на государственные пошлины. Поэтому доля в отеле, она имеет вот разные привилегии. Как Аня уже сказала, если сравнивать с объектом недвижимости, который нужно заплатить какие-то налоги, нужно тратить деньги на эксплуатацию, нужно самостоятельно управлять, в отличие от гостиничного сервиса, когда им управляет профессионально управляющая компания, нужно самим предпринимать какие-то действия в отношении этой недвижимости. Поэтому вот совокупность этих факторов, цена, какие-то нюансы уже содержания этой недвижимости после ее покупки делают более привлекательным и выгодным именно инвестицию в доли отелей. Если сравнивать донейшн и инвестицию в недвижимость, да, это такой очень распространенный вопрос, почему мы... Одно из преимуществ, я скажу, почему мы, собственно, считаем, что инвестиция в недвижимость более интересна заявителю. Ну, помимо того, что она возвратна, мне кажется, это важно, в общем-то, вернуть свои деньги, при этом сохранив, паспорт сохраняется, да, после того, как вы продали недвижимость, это никак не влияет на статус гражданства и наличие паспорта. Это в том числе показывает наибольшую связь с страной, это показывает действительно жизненные интересы и связку заявителя гражданина со страной. Это очень часто спрашивают, и мы видим усложняющиеся требования к гражданам других стран, имеющие двойное гражданство. Это все-таки подчеркивает, что есть связь со страной, и человек действительно осознанно принял это решение. Второе – это то, что иногда необходимо, ну, даже при открытии счета или при каких-то банковских операциях очень часто запрашивают сабстанс или проверяют какой-то комплайнс, требуют утилити билл. Утилити билл – это, собственно, платежка за коммунальные платежи, да, и отель это предоставляет, а при донейшн уже такой опции невозможной, надо будет, может быть, где-то арендовать или какие-то использовать другие сервисы, поэтому вот эта инвестиция в недвижимость, она более такая, ну, что ли, устойчивая, да, и более защищенная. Вы сказали, что недвижимость, ну, ты должен ее в зависимости от каждой программы какое-то время хранить у себя, то есть быть собственником, и на этом основании, собственно, ты и остаешься гражданином. Потом проходит какое-то время, и государство говорит, все, окей, может недвижимости избавиться, ты уже свой долг перед нами выполнил. Я правильно понимаю, что продавая эту недвижимость второй раз, ты можешь осчастливить гражданством какого-то другого человека? Да, да, именно так, конечно. То есть в зависимости, да, от, опять же, юрисдикции, если мы говорим про, там, Гренаду, Доминику, Антигуэс, Сен-Китс, это 5 лет удержания, да, если мы говорим про Сен-Китс и Невис, это 7 лет удержания. По вашим ощущениям, вот есть эта такая палитра предложений в каждой стране, насколько она велика? Это по одному объекту, по 3, по 5, по 7, по 50, по 100? Вот того, из чего реально можно выбирать? Ну, на самом деле, в интернете, да, очень много информации и много объектов. Мы с таким огромным количеством объектов не работаем. Почему? Потому что для нас мы очень дрожим своей репутацией, выбираем, во-первых, застройщиков, крайне проверенных, которые уже не один объект построили, это первое. Второе, тех застройщиков, чьи программы, да, одобрены правительством, да, у них есть, естественно, все лицензии, документы и так далее, которые имеют право строить, и то, что они строят, это проходит под программу. Был вопрос, да, по-моему, как себя там обезопасить, достроить, не достроить. Вот для того, чтобы себя обезопасить, в первую очередь, выбираете компанию, с которой вы, в принципе, заходите на эту программу, да, чтобы эта компания, да, выбирала также застройщиков, которые однозначно достроят, либо это будет отель, либо это будет недвижимость. Хорошо. Давайте теперь другой пласт вопросов поднимем. Значит, предположим, ну, какое-то принципиальное решение есть, и даже неважно, какое оно, связано оно с, там, не знаю, с пожертвованием, да, или связано оно с конкретной недвижимостью, неважно. Нужно с чего-то начинать, и нужно вообще понять, как все происходит. Я в России, Сент-Китс и Невис в тысячах километров, и что? То есть, вот, во-первых, есть некий due diligence. Я что-то должен предоставить, чтобы мою лидературу вообще рассмотрели. Как это по практике происходит, и каковы риски отказов в таких случаях, и, может быть, в какой из этих пяти стран они выше, а в какой ниже? Да, ну, смотрите, конечно, есть due diligence, да, для того, чтобы, ну, давайте начнем с самого начала, собственно говоря, сначала мы определяемся с юрисдикцией, да, в зависимости от цели, от количества членов семьи и так далее. Затем мы делаем первую экспресс-проверку, это проверка волчек, когда мы, в принципе, понимаем, да, какие есть моменты, да, у клиентов заявки, с чем мы, собственно говоря, имеем дело, как мы дальше сможем работать. И что вы, например, говорите? У вас вот этот документ плохой, переделаете, или мы с вами работаем? Нет, 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 не в плане документов, я имею в виду в плане таких совсем острых проблем, как, например, там, высшая судимость, да, если она таковая была, да, если клиент неким образом связан с политикой и так далее. То есть есть некий ряд, да, моментов, которые всегда мы уточняем, прежде чем начинаем, собственно говоря. Затем после волчека, если все, например, окей, мы дальше подписываем договор на сопровождение, да, и работаем над сбором документов, собираем документы, документы все мы заверяем и нотариусу, мы их переводим, и в электронном виде отправляем сейчас все юрисдикции, да, любой, весь паспорт, мы можем оформить полностью удаленно, для этого не нужно приезжать. Все это происходит в России, вот все, что вы рассказали, то есть человек, мы, да, нотариальные все эти дела. Нет, нотариальные мы все заверяем там, мы можем заверять здесь, можем заверить там, то есть заверение, то есть человек нам просто дает свои документы, ну, грубо говоря, да, он собирает документы, он нам их отдает, мы помогаем также собирать, тоже делаем справки, и мы затем их, соответственно, уже заверяем, переводим, и дальше направляем, собственно говоря, для правительства. В какой момент происходит, во-первых, выбор, во что я буду, ну, вкладывать деньги, то есть жертвовать, условно говоря, или покупать недвижимость, и в какой момент я должен, собственно, эти деньги перечислить, какие здесь риски, что я куплю, а мне потом скажут, нет, не подходите вы нам, не будете. Ну, смотрите, сначала нужно, конечно, определить, по какому пути пойдете, да, это будет донейшн, или это будет инвестиция в отель, уже потом мы собираем документы, и, соответственно, готовим их к первой проверке, и дюдилочность. Соответственно, первая проверка оплачивается, то есть сами затраты на дюдилы вы оплачиваете, и, соответственно, только после положительного решения, да, оплачивается сама инвестиция. О какой сумме идет речь, вот в этой проверке, сколько она примерно стоит? Ну, порядок цен в зависимости от юрисдикции, если там примерно там 7,5 на основном заявителе, да, и там 4,5 на каждого последующего заявителя. Ирина, ваш опыт что показывает, какое количество людей вот эту проверку уже не проходит? Из практики, из практики все клиенты проходят проверку, если их сопровождают профессиональные, профессиональные консультанты, если их сопровождает профессиональный юрист, которыми той компетенции, которой мы обладаем, и мы комплектуем пакет документов для наших клиентов и проверяем таким образом, и обосновываем, или снимаем возражения, которые бывают от правительства. То есть сам пакет документов проходит, вернее, сам заявитель и его пакет документов проходит, ну, условно, две проверки. Первая, как сказала Аня, на самом начальном пути, еще до того, как клиент принимает окончательное решение по вступлению в эту программу, мы по паспорту проводим предварительную проверку, где понимаем, какие сложности могут возникнуть у клиента, если он, человек был публичный, или, например, у него были какие-то трудности, и об этих трудностях или нюансах было в публичном пространстве что-то изложено, вот мы все это выясняем на первоначальном пути и оцениваем, как дальше мы поведем клиента. В зависимости от сложности кейса, от тех, от того, что мы выявили на первоначальном этапе, мы комплектуем документы, делаем справки дополнительные, разъясняем те публичные вещи, которые мы обнаружили, и в том числе готовим очень подробное compliance-досье. для всех программ гражданства, наверное, самой строгой является Мальта, Карибы, конечно, более лояльная такая система, более лояльная проверка, она быстрее, меньше по времени, но тем не менее, вот этот compliance, который, обоснование происхождения денежных средств, это, наверное, для наших русскоязычных клиентов одна из самых сложных вещей, и мы формируем достаточно подробное досье, есть, как всегда, как говорят юристы, что есть закон, а есть практика, и вот как раз практика, она говорит о том, какие документы должны быть предоставлены, какие справки, какие разъяснения, и вот эта объяснительная, пояснительная записка, которая связывает жизненное резюме клиента, происхождение денежных средств и его, так скажем, жизненный путь, который поясняет правительству, что этот клиент, у него есть такая история, у него есть такая семья, у него есть такой бизнес и такое происхождение денежных средств, что в 99-99% в случаях дает 100% прохождение и получение паспорта, то есть вот из нашего большого количества заявителей и уже полученного большого количества паспортов только один был отказ, причем в общем-то связан он был с деятельностью клиента, который он нам не раскрыл, она не была очевидна и не проверялась, ну скажем так, и не гуглилась, и собственно ну вот эти случаи, они единичные, да, в 99-99% случаев это паспорта. окей, давайте теперь немножко вернемся к недвижимости, у нас в презентации есть несколько примеров объектов, которые подходят под ту или иную программу, и соответственно вы просто тогда прокомментируете, про них расскажете. Вот инвестиционные проекты в сфере недвижимости, здесь и Сан-Птиц, и Доминика, и Гренада, пожалуйста, буквально в двух словах выглядит... Да, я буквально, да, в двух словах сейчас я уже в принципе их упоминала, да, когда рассказывала про ту или иную юридикцию, мы работаем с ведущими отелями, да, на Сан-Китсе, на Доминике, на Гренаде, на Сан-Китсе, это прекраснейший отель Парк Хаят, он чудесный, роскошный, пятизвездочный курорт, он был открыт в 17-м году, сейчас пользуется очень активной популярностью, там много приезжает знаменитости отдыхает, да, он до сих пор, да, входит в один из лучших отелей Карибских островов, также там доступно приобретение долей, да, для перепродажи, то есть мы рекомендуем тем клиентам, которые хотят программу Сан-Китс и Невис, которые хотят зайти через инвестицию долей, именно этот прекрасный отель, потому что застройщик уже проверен, он построил не один отель, да, я вас слушаю. Вы продолжаете, я просто хотел дополнение и про цены, сразу, то есть они цены подстраивают в аккурат вот программу, условно говоря. Ну, это именно отель, который был изначально одобрен под программу гражданства через инвестиции, да, поэтому он идет как раз именно по долевому участию от 220 тысяч долларов. и вы сказали, что отель в 2017 году построен, правда ли я понимаю, что сейчас большая вероятность, что вы купите объект у того человека, который уже стал гражданином, и сейчас просто он продает свою долю. Да. А вот тут нет никаких, как я понимаю, в государстве никаких ограничений нет. Вы просто фиксируете, что вы являетесь собственником вот такого вот объекта, а по сути, это же вторичка уже, это не новостройка. Главное, чтобы собственник, да, который вам продает долю, он продержал эту долю в течение пяти лет. Это важно, чтобы вы имели потом возможность купить эту долю и стать также участником программы. А такой момент, это тоже не очень очевидно, вот я купил за какую-то цену объект, через пять лет, ну, он у меня есть, я его тоже буду продавать за 220, для общественной статьи я буду продавать за 220, я хочу за 240, я хочу за 300, мне он очень нравится, я считаю, что тут вот оплюшивая игрушка в углу вообще стоит безумных денег. Здесь можно пойти, да, здесь можно пойти двумя путями, да, можно продать, собственно говоря, продавать самому, да, вы удержали пять лет и пошли дальше продавать на рынке, собственно говоря, пожалуйста, хотите за 250, хотите за 260, хотите за 350, вот, но мы рекомендуем все-таки, да, на всякий случай заключить договор застройщиком, там, который продает, да, эти доли, и он, кстати, обязуется эти доли покупать, да, что, кстати, очень удобно для тех, кто именно планирует дальше выйти через, да, спустя пять лет через инвестиции и, скажем так, отдать свою долю тому, кто жаждет получить гражданство. То есть, по большому счету, стабильный у вас рынок или нет, вы определяете сами, ну, на поле, то есть, ну, хотите, играйте в эти игры, хотите, добивайтесь некой стабильности и в этом случае все работает гораздо проще. Ну, в принципе, можно и так сказать, да, можно и так сказать, цены на самом деле на недвижимость, да, они, ну, рынок все равно живой, да, безусловно, да, конечно, многие проекты, ну, если так уж можно сказать, они подогнаны, да, под гражданство. Но мы работаем именно с теми застройщиками, которые абсолютно добросовестно, да, строят свои объекты, которые предлагают лучший сервис на острове, соответственно, и это пятизвездочные отели, и это те курорты, куда действительно едут люди, где они действительно сейчас даже есть, несмотря на то, что вообще в мире происходит, да, все равно там есть, туда приезжают, там отдыхают. У нас сейчас тоже клиент там же находится, например, по карибскому паспорту, он сейчас вот в процессе, отдыха как раз, и это прекрасно, на самом деле, что есть такая возможность. Окей. Я вас прервал, вы рассказали про проект в Сан-Ки-Ценевисе, а такие проекты есть еще, проект на Доминике, пару слов о нем. Да, на Доминике есть тоже чудесный отель на первой линии, отель Сити Кимпинский, этот отель тоже уже готов, там тоже можно, да, соответственно, купить долю с перепродажи. Этот отель был открыт в 2019 году, и вошел в список лучших отелей на Карибских островах, тоже прекрасная, чудесная пятерка, можно приезжать, отдыхать всей семьей, и как раз, собственно говоря, это строил тот же застройщик, что и Хаяр. Да, и следующий, мы можем перелеснуть, на самом деле, слайд, я сейчас расскажу быстренько про следующий отель тогда в Гренаде, поскольку это, опять же, тот же застройщик, с которым мы работаем, который сейчас строит отель Сиксенсис, это такой очень известный бренд, эко-отели, этот отель сейчас на этапе строительства, он будет закончен в ноябре 2022 года, сейчас там есть возможность, да, как раз вложиться в долю, и, соответственно, пока этот отель не готов, вот наш прекрасный застройщик, он предлагает как раз двухнедельный отдых в других его отелях на Кемпинске и в Хаяте. Окей, хорошо, значит, с объектами более-менее понятно, вот давайте тогда этот слайд тоже некоторым образом прокомментируем, потому что, ну, собственно, цена, как я пишу, там, да, вот 150 тысяч долларов всегда понимаешь, что, ну, не бывает так, что это только 150, там есть какие-то дополнительные расходы, или неважно, вот просто на этом примере, как вообще, какие расходы надо нести, и главный вопрос, или не главный, важный, в какой момент я эти расходы несу по шагам, когда я должен заплатить, когда я уже понимаю, что мне дадут гражданство, или это все равно некий риск здесь есть. Ну, смотрите, основная, основная затрата, если мы здесь смотрим вот на примере данного конкретного, да, это инвестиция в отель Сексенсес на Гренаде, здесь стоимость доли это 220 тысяч долларов, она оплачивается, сначала оплачивается 10 процентов при заключении до договора, соответственно, именно на покупку инвестиций, то есть на долевое участие, и оставшаяся сумма оплачивается только в том случае, когда вам уже одобрено гражданство. Также это возвратная сумма, если вам не одобрено гражданство, эта сумма возвращается. что касается проверки и благонадежности, да, здесь указано 10 тысяч долларов, потому что здесь два взрослых, соответственно, по 5 тысяч долларов на человека, и, соответственно, это due diligence также оплачивается до проверки, и эта сумма невозвратная, она не возвращается. Что касается остальных госпошлин, они оплачиваются уже непосредственно перед тем, как вам, да, одобрено гражданство, это государственная пошлина семьи из четырех человек, это 50 тысяч долларов, и остальные расходы, есть расход на регистрацию доли, это оплачивается также в момент именно общей оплаты инвестиций, да, и есть некие расходы по регистрации заявления, по обработке документов, да, и оплата непосредственно бланка пасты. Окей, более-менее понятно, ну вот, собственно, это тот слайд, на самом деле, по большому счету, вы его уже прокомментировали, единственный, тогда давайте момент, я еще раз хочу напомнить нашим зрителям, во-первых, скажу, что мы через несколько минут будем уже завершать наш эфир, если у вас есть какие-то последние вопросы, вы их можете задать, которые вы хотели бы задать очно, пожалуйста, если хотите задать не очно контакты компании Savils в России вверху нашего чата, вопрос такой, а как я физически получу паспорт? Все, все этапы пройдены, все одобрено, вот, где документы, в какой момент мне его выйдут, и насколько торжественной будет обстановка? не знаю, кто, Ира или я, как, как, как? я бы, рассказали, не знаю, кто я. Два способа, да, два способа, собственно, чаще всего выбирают наши клиенты получения паспортов, когда их присылают им заказной почтой, собственно, вообще сейчас есть такая возможность, которую все государства, и мы совместно с правительствами осуществляем онлайн, поэтому, в общем-то, человеку для того, чтобы оформить гражданство, вообще, в принципе, не нужно даже выходить из дома, если он этого не хочет, потому что и снять отпечатков пальцев, и получение паспортов уже организовано с помощью специальной почты. Это можно, безусловно, сделать в более торжественной обстановке в нашем агентстве и еще в более торжественной обстановке, в посольстве Гренады, если это паспорт Гренады, а в посольстве Доминики, правда, оно находится в Греции, туда нужно, в общем-то, сначала долететь. Вот, а в некоторых странах, ну, например, в Нуату, который очень похож на Карибский регион, сам паспорт, мы его коротко касались, это выдаст паспортный офицер, но вот из практики, наверное, 90% наших клиентов выбирают такой спокойный способ, когда им доставляется почта, либо мы выдаем из рук в руки в нашем офисе под звон бокалов с шампанским. Прекрасно. Важный вопрос, которого мы не коснулись, сроки получения паспортов и есть ли разница в этих сроках между этими пятью странами, о которых мы сегодня говорим? Ну, на данный момент, на самом деле, не такие они уж большие сроки, да, несмотря на то, что, в принципе, закрыта граница многих стран, мы делаем это все дистанционно. В принципе, сбор документов, если очень быстро мы можем за неделю собрать документы, да, если как бы много очень документов, много компаний, по всем компаниям нужно предоставить документы, то процесс, в принципе, может дотянуться, но мы стараемся это делать там за две-три недели, мы собираем эти документы, как только мы отдали документы на проверку, от этого можно считать, да, это где-то от одного до трех месяцев, в зависимости от, да, количества документов и от качества, в принципе, его подачи, да, и где-то, ну, примерно 3-4 месяца, 3-4 месяца будет паспорт. Окей, и тогда еще один вопрос, ну, есть ли у вас уже некие кейсы, все-таки мы начали с того, что программы Карибских островов, программы гражданства Карибских островов, они интересны в текущих условиях в значительной степени потому, что перемещения сейчас ограничены, а с этим паспортом вроде как поехать можно, так что действительно можно, то есть я выезжаю сейчас из России с вот паспортом Доминики или Гренады без особых проблем, и куда я могу с ним выехать, какой у вас опыт сейчас есть? Да, с паспортом Карибского региона можно достаточно просто перемещаться, понятно, что в пандемии есть ограничения, связанные именно со странами, которые относятся к красной зоне, но вот из практики осени, лета 2020 года с этими паспортами наши клиенты, я с ними общалась, и они рассказывали, как это происходило, это Италия, Испания, кто-то летел прямо, кто-то летел через Великобританию, поэтому, в общем, это скорее связано, может быть, там с жизненными траекториями, да, и несколько клиентов улетели у нас ближе к Америке, на Барбадо слетали, вот из того, что я помню, с кем я лично разговаривала, то есть, в общем-то, ограничений нет, и тем более, что, ну, надо, конечно, выполнять определенные требования авиакомпаний, вы знаете, что нужно сдавать заблаговременно тест, вот, но в целом этот паспорт дает возможность очень активного и простого перемещения по миру, и его иногда даже так и называют, вот паспорт карибских стран, иногда так и называют паспорт путешественника, это, в общем-то, люди, которые часто переезжают, те, кто собирается вести бизнес, в том числе, за пределами России, это, наверное, такой основной портрет наших клиентов. Ну, и тогда, наверное, заключительный вопрос, наверное, тоже к вам, вопрос следующий, с маленькой предысторией, в ноябре 2000, ну, в конце октября, в начале ноября 2020 года закрылась программа Кипра, программа Мальты изменилась, не став более понятной, сейчас мы имеем дело с программами, которые, с одной стороны, с начала 80-х готовы, вроде как есть, да, а с другой стороны, понятно, что мы живем в не самом стабильном мире, серпасты и молоткасты действительно токсичны, мы это прекрасно понимаем, безотносительно того, справедливо он токсичен или нет, каковы риски, что вообще вся эта история изменится, и вот этот паспорт, который ты купил за, ну, солидные все равно деньги, да, за какие-то солидные инвестиции, и, каким-то образом останется пшиком, или тебе в нем откажут, или скажут, что ты не подходишь уже после того, как ты им, в общем, какое-то время начал владеть, и в продолжение, какова вероятность того, что там через полгода, через год вообще эти программы уйдут в небытие, ваши ощущения? Ну, во-первых, прокомментирую, что точно, очень, вы точно подметили, что программы меняются, и мы видим, что даже на протяжении последних трех лет почти все программы видов на жительство либо гражданство европейские изменились, часть из них закрылась, например, Кипр, еще есть там предыдущие программы Венгрии, Румынии, и, собственно, в текущем моменте действующие программы, например, Черногория, паспорт Черногории, и золотая виза Португалии, они, собственно, тоже действуют в том виде, в котором они есть сейчас, до конца года, и это уже официально известно, что эти программы, одна вероятность, вероятность того, что она закроется, очень большая, Черногория, по крайней мере, это заявлено, что срок ее действия два года, который как раз истекает в конце 21-го, и заявлены изменения по стоимости программы золотой визы Португалии. Поэтому мы видим, что очень редкое исключение, когда программы не меняются и сохраняются, и мы всех своих клиентов призываем к тому, чтобы быстро принимать решения, потому что окно возможностей, которое сейчас есть по стоимости, по срокам получения паспортов, может закрыться либо измениться. Мы видим, что есть, к сожалению, в мире примеры таких токсичных стран, например, как Ирак и Иран, которым недоступны даже вторые паспорта. Я очень надеюсь, что Россия не... До такого не найдет. Но мы видим, что количество санкций, что засточение риторики происходит каждый день, и мы не знаем, как это отразится на возможности получения вторых паспортов. Поэтому я говорю всегда это клиентам, говорю нашим слушателям, что если вы задумались и вы хотите принять решение, наши рекомендации делать это в этом году, и те, кто, уже отвечая на вторую часть вашего вопроса, те, кто входит в программу, те, кто получит эти паспорта, они, естественно, становятся гражданами. Маловероятно, что что-то изменится и кто-то отзовет эти паспорта, если вы выполнили правильно всю процедуру в соответствии с действующим законодательством страны. Конечно, нужно выбрать надежного провайдера, которым, конечно, являемся мы, мы, как пример, компания международная, которая проверяет и девелоперов, проверяет все программы, составляет очень качественный пакет документов, которые подаются на гражданство, апостелирует, лишний раз подстраховывается, и когда мы собираем документы, мы стараемся максимальное количество сделать разных заверений, поэтому вероятность того, что эти паспорта, что-то с ними произойдет после того, как вы их получили, но она стремится к нулю. Ну что ж, дорогие друзья, Ирина Мошева, управляющая партнером компании Savils в России, Яна Ульянова, старший менеджер департамента международных проектов Savils в России, чуть больше часа мы поговорили, но в час не уложились, надеюсь, претензий к нам не будет, потому что, мне кажется, что было интересно, познавательно, пять стран, про них и про эти программы и про все нюансы, наверное, разговаривать можно бесконечно, но тут как раз тот случай, когда дальше мы лучше перейдем уже к частному общению, коли вам, уважаемые зрители, это интересно. Пожалуйста, контакты компании есть, статья и отчет о сегодняшнем вебинаре появится и на сайте компании Savils, и на Приан, что-то на сайте Savils, что-то на Приан в течение ближайших нескольких дней, вы их тоже, безусловно, получите, презентацию тоже профессионалы из Savils вам предоставят. Ну, на этом, пожалуй, давайте какое-нибудь еще финальное, самое замечательное слово, хотя вы вроде как, Ирина, так уже все подытожили. Анна, просто пару слов скажите, и тогда будем уже закругляться со всем. Ну, давайте, спасибо, во-первых, спасибо большое всем, кто принимал участие, я надеюсь, что было интересно, мы всегда рады, да, обращайтесь к нам и подскажем, какую программу лучше выбрать, мы делаем индивидуальные расчеты, мы с удовольствием вас ждем в нашем прекрасном офисе на Остоженке, у нас очень вкусный чай, кофе, приезжайте, мы обсудим все-все нюансы, и обязательно подберем вам именно ту программу, да, которая будет для вас наиболее интересной, востребованной и действительно нужной. Спасибо большое. Отлично, дорогие друзья, спасибо вам огромное, Филипп Березин, портал Преанру недвижимость за рубежом, встретимся в офисе на Остоженке компании Северси на наших страницах, до встречи, спасибо, что были с нами в течение этого часа, до свидания. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.